Константин Затулин показывает свое депутатское удостоверение. Есть у него и значок депутата, а вот с кабинетом здания Госдумы пока еще неопределенность. Но это не столь важно, отмечает депутат. Закреплена должность, он первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками. Ну а самая важная работа – это решение проблем жителей Сочи. Как и в предвыборный период, так и сейчас в приемную депутата поступает очень много обращений. Очень серьезный вопрос, который начат был прием, это будущее Мамайки, судьба той школы, которая должна быть построена наконец-то на Мамайке, судьба всяких других объектов на этой территории. Там накопился большой комплекс проблем. Мамайка у нас такой очень популярный для застройки район. Эта застройка временами создает проблемы, они решают их. И вот по результатам этого приема, конечно, будут мои обращения к главе города. Вот на приеме жители Олимпийского парка. Так получилось, что 9 домов с улиц Лебединская, Оранжевая, остались неподключенными к газу. И теперь за свой счет пытаются провести магистральную трубу. Просят депутата подключиться к решению проблемы. А представитель с улицы Таврической говорит о том, что в краевую программу газификации их дома вошли, а газа так и нет. Константин Затулин тут же набирает номер телефона генерального директора Сочи Горгаза и выясняет причины. Мы надеемся, что Затулин, Константин Федорович, решит наши вопросы. Потому что видно, что человек вникает в проблемы каждого, старается помочь. И поэтому мы думаем, надеемся на лучшее. Ну а самым главным своим предвыборным обещанием Константин Затулин считает включение Сочи отдельной строкой в федеральный бюджет. Город Сочи, конечно, нуждается в отдельном финансировании, возвращении той строки общего государственного бюджета, которая существовала в советский период на развитие города-курорта Сочи. Сегодня такой строки в этом бюджете нет. Приемная Константина Затулина находится на девятом этаже торгового центра Александрии. Здесь депутат Государственной Думы и будет пока проводить приемы граждан в конце каждого месяца. В планах на ближайшее будущее открытие дополнительных приемных как для сочинцев, так и для жителей Белореченского и Абширонского районов, входящих в сочинский избирательный округ. Гелена Овсецина, Демид Даниловский, телекомпания ФКТ.